Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Следы от бензина, мертвая рыба, гнилые деревья. Что еще стекает в пивоварку? Кто чистит реку, а кто не видит проблемы? Кто быстрее двигается по городским дорогам, особенно в эпоху ремонта моста? Автомобилист или велосипедист? Трое барнаульцев решили это узнать и устроили челлендж. Семиминутный фейерверк, концерты и соревнования. Чем барнаульцев будут радовать в День города? Более 10 тысяч обращений о регистрации ипотеки поступило в Росреестр за полгода. В управлении сообщают, что эти цифры остались на уровне прошлого года, несмотря на всем известные события. При этом в этом году наблюдается снижение количества сделок по договорам участия в долевом строительстве. В конце июня представители строительной отрасли заметили, что рынок стал возвращаться в свою нормальную позицию. Характерно, что в этом году у жителей региона вырос спрос на ипотеку на вторичное жилье. Вторичный рынок ожил, потому что там квартиры готовы с ремонтом, люди готовы торговаться, продавать свое жилье. Плюс мы понимаем, что за, к сожалению, 20-21 год пандемия привела рынок в больший объем наследственной массы. Много наследственной недвижимости вышло в рынок. И, соответственно, наследники продают недвижимость для того, чтобы либо разделить, либо улучшить какие-то жилищные условия. Кстати, в Росреестре отмечают, что жители края стали чаще подавать документы в электронном виде. Основное преимущество обращения за регистрацией в электронном виде – это, конечно же, сроки регистрации. Пакеты документов, поступающие с использованием электронных сервисов, отрабатываются в течение 24 часов. И результат приходит вам сразу на электронную почту. Более 15 тысяч барнаульцев внесли свои предложения в предвыборную программу «Единая Россия». Накануне в парке «Центральный» приняли народный план развития Барнаула на ближайшие пять лет. За что голосовали жители краевой столицы, расскажет Валентина Аскерова. Развитие зеленых зон, пригородных территорий, организация культурного и семейного досуга – основные векторы направления программы. Кстати, зеленый свет предвыборной программе дали сами горожане. Была сформирована комиссия, она достаточно большая была. В ней приняли участие много экспертов, разных профессий люди. Ну, достаточно такая она была серьезная. Спорили, дебатировали. Народная программа, она народная программа, ее можно так назвать. Если говорить о цифрах, то более 15 тысяч жителей краевой столицы внесли свои предложения в программу. В том числе и многодетная мама Елена Акимова. Тоже приносила, вносила свои изменения, предложения свои, чтобы больше уделялось семьям с детьми, так как сама знаю, не понаслышке, как это у нас. Тяжело поднимать ребятишек, чтобы больше уделялось внимание, услышала сегодня свое предложение, ну, что взяли за основу, доработали. Спасибо. В числе разработчиков программы также почетные жители города. Строители, врачи, руководители оборонных предприятий, архитекторы, а также заслуженные деятели искусств. Я человек искусства, я многодетная мама, я, поверьте, действительно всем сердцем люблю наш с вами город. Город, в котором с каждым годом для наших детей представляется все больше и больше возможностей для развития. А для взрослых людей создается условие для самореализации. Итог командной работы партийцев, экспертов и горожан – дорожная карта для депутатов фракции «Единая Россия» на ближайшую пятилетку. Касается это работы и общественного транспорта, и создания транспортной схемы города Барнаула. И мы с вами говорим о ветхом аварийном жилье, мы с вами говорим о создании зеленых зон. Те проблемы, о которых нам говорили барнаульцы, они и были положены в основу формирования этой программы. Положения народной программы, которую принимали горожане, будут опубликованы в ближайшее время. Напомним, на выборы в Барнаульскую гордуму заявились и другие партии. «Новые люди», «КПРФ», «Справедливая Россия за правду», «ЛТПР», «Зеленый», «Родина», «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России». Валентина Аскерова, День с толком. С сентября распределением так называемых экологических платежей, поступающих в региональные и муниципальные бюджеты, будет заниматься Минприрода Алтайского края. Именно региональное ведомство, а не федеральные структуры, теперь сможет составлять план природоохранных мероприятий. Это значит, что будет больше шансов быстрее помочь природному объекту. По словам сотрудника ведомства, жители нашего края чаще всего просят сохранить тот или иной водоем от загрязнения или высыхания. К примеру, недавно люди в очередной раз жаловались на состояние озера Малой Ракеты Рубцовского района. Правда, в ведомстве подчеркивают, что для сохранения этого и других объектов нужно соблюсти один важный критерий. Для того, чтобы исключить данный объект, необходимы результаты мониторинга водных объектов за три года. Озеро Малой Ракеты нам о нем известно, потому что обращения уже поступали и ранее, и с этого года ведется мониторинг. К слову, в этом году начнут расчистку озера Завьялова в одноименном районе. Работы займут три года, так как в водоеме нужно убрать ил и заменить грунт. А в Тюменцевском районе уже расчистили озеро Калядинское. Следы от бензина, мертвая рыба, гнилые деревья – это лишь малый список неприятных вещей, которые стекают в обь. Жители Ленинского района показали нашей съемочной группе, в каком состоянии находится река Пивоварка, которая течет через весь город. После кадров, которые вы увидите, возникает много вопросов. Тему продолжит Ирина Корчагина. Вот вплотную жилая зонок, забор. Причем это ни вчера, ни сегодня, это годами валится. Это настоящий рай для бомжей и настоящий ад для местных жителей. В дебрях Ленинского района можно идеально спрятать бытовой, строительный мусор и даже из всего этого построить новый дом. Ольга Богданенко живет на улице монтажников и часто гуляет вдоль листока реки Пивоварка. И женщина может угадывать, что у жителей района сегодня было на ужин. Вот тут у нас люди мусор сваливают, трубу себе для слива устроили. Нас просят зафиксировать именно факт слива. Вот этого недостаточно. То есть здесь должно течь, чтобы был факт? Видимо, да. То, что там лапша, морковные очистки, окурки, этого недостаточно для факта. Местные жители периодически устраивают здесь субботники, убирая с берега и воды отходы за своими соседями. На выходных собрали 60 мешков. Если активисты еще в состоянии убрать какой-то мелкий мусор, даже вывозить его килограммами, то явно вот такой вот уже им не по силам. Получается, одни чистят берег, другие захламляют его, третий не контролирует, в каком состоянии находится водная зона. Когда-то в ней ловили рыбу и купались. Теперь безымянные озера превратились в болото. А ведь все это, говорят местные, и есть начало пивоварки. Вот это меня, в частности, интересует. Либо это русло пивоварки, либо это сточные воды, которые опять же без очистки, без всякой, попадают в озеро, соответственно, в пивоварку. Пивоварка начинается с садоводства Трансмаш. И она родниковая. Водоемы, садоводство Трансмаш. Так от него вообще ничего не осталось. Так еще недавно вода была. Была, Лен. А вода вообще есть? Ну, вот в прошлый раз, я снимала месяц назад, была еще вода там. Река родниковая и идет дальше. То есть мы приходим к озеру, которое находится на совхозной. Что мы видим здесь? Озеро захламлено. Мы видим мусор, мы видим грязь, мы видим нечистоты. Дальше это все идет, это пивоварка. И дальше это идет вопь. Поэтому почему люди удивляются, что пивоварка покрывается разными цветами? А удивляться не нужно. За всем нужно следить. То есть все требует ухода, какого-то статуса. Тем более, что до сих пор стоят таблички, природоохранная зона, водоохранная зона, они до сих пор стоят. Мертвая рыба и следы от бензина. Сегодня экологическая катастрофа в Ленинском районе волнует только нескольких человек. Для прояснения ситуации мы отправили запрос в администрацию района. То, что копилось годами, все равно придется дружно разгребать. И жителям, и властям. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Парку нужен хозяин. Речь о самом большом в Барнауле, юбилейном. Общественники уже не раз озвучивали. Глобальная реконструкция, огромная территория, а первый ее этап завершится уже через месяц. Это хорошо, но что дальше? Кто будет следить за чистотой и порядком? Вопрос вновь прозвучал в сибирской медиагруппе во время дискуссионного клуба «Точка зрения». К слову, тем для обсуждений было немало. В числе прочих, развитие исторического центра Барнаула. Но обо всем по порядку в видеосюжете. Пример Изумрудного вдохновляет. Буквально за пару лет запущенная территория превратилась в место притяжения горожан. Здесь они занимаются спортом, гуляют, развлекаются. Ратующий из-за парк, гораздо более масштабный по площади, юбилейный, уверены, что и этому парку нужен хозяин. И даже высказывают предложение. Справился бы фонд имущества края. Потому что парк Изумрудный находится в их введении. И в каком состоянии они сейчас держат этот парк, это очень здорово. Но дальше предложения пока не зашли. А парк требует внимания. По словам общественницы Любови Бельдеевой, даже в туалет здесь пока некуда сходить. А еще нужно заниматься деревьями, убирать мусор. Глава Барнаула сообщил, что вопрос решается. А следить за парком на данный момент предложил совместно. По крайней мере, что касается уборки мусора. Вопрос очень-очень актуальный. Парк очень большой. Я сейчас скажу вам. Ну, 60 гектаров мы примерно на эту цифру ориентируемся. Изумрудный у нас, по-моему, под 20 гектаров. То есть в три раза больше парк. Он осваивается. Конечно, туалеты мы поставим. Но, отвечая на ваш вопрос, пока пойдем через муниципальный бюджет. Я думаю, что это в стадии завершения. И где-то, наверное, через месяц, может быть, полтора, мы найдем ответы на эти вопросы. Между тем, общественники надеются, что фонд имущества все-таки согласится взять на балансы юбилейный. К слову, тема озеленения звучала в рамках дискуссии не только применительно к самому большому парку. Например, архитектор Александр Деринг уверен, что в Барнауле ренессанс озеленения. Зелени становится все больше. Но вопрос представителям администрации задал по другой теме. Как видит она развитие исторической части города, что заложено, что будет. По словам вице-мэра, развитие продолжится. Второй этап строительства набережной завершается. Ждет реконструкции старейший парк города Центральный. Готовятся проекты по набережной Барнауке. Реставрируют пять исторических зданий. Правда, этим занимаются частники. Еще две зоны, которые у нас в туристическом центре, находятся в перечне мероприятий, которые возможно благоустроить по комфортной городской среде. Это у нас площадь Демидова, наш столб, и вторая зона – это сквер Пушкина. Правда, чтобы работы стартовали, нужны голоса горожан. А мэр, резюмируя дискуссию об исторической части, вынужден был вернуться к теме нового генплана. Отметив, что в центре тоже должно появляться жилье. Ведь из новых районов, на ту же набережную, население вряд ли будет приезжать чаще, чем по праздникам. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Есть вопрос. Более масштабное здание для культурно-просветительского учреждения. Добавим, мэр поделился с журналистами и общественниками еще одним своим желанием. Я думаю, год-два, и мы с вами Ленинский будем закрывать. Условно отсечем от гостиницы Алтай, и на выходные дни это будет пешеходная зона. Может быть, с пяти, это уже детали какие-то. Ну, вот так я вижу Ленинский проспект для себя, что он будет пешеходным. Звездный дом продолжает преображаться. Сегодня глава Барнаула совместно с депутатами провел выездное совещание по вопросам реконструкции Барнаульского планетария. Как проходит восстановление научно-просветительского центра, узнавала наша съемочная группа. Барнаульский планетарий – уникальный образовательный объект. С февраля этого года жители краевой столицы в бывшем кинотеатре «Родина» наблюдают интерактивное звездное небо. Здание, где ранее располагался планетарий, вернули православной церкви. Чтобы звездное небо засияло в Родине, объекте культурного наследия его начали активно реконструировать. В прошлом году на обновление крыши и покупку нового оборудования направили порядка 18 миллионов рублей. Средства направляют и в этом году. Благоустройство территории – это фасадная часть, это ремонт кровли, ну и ремонт уже здесь непосредственно внутри здания. Что такое в планетарии ремонт внутри здания? Это, конечно, в основе приобретение нового оборудования. Общая сумма затрат с учетом нового оборудования приближается к 100 миллионам рублей. Сейчас готовится заявка на техобследование и проект ремонта фасада. Планетарий сегодня крайне востребован у горожан. Об этом говорят цифры. 60 тысяч посещений в год. Уже на сегодня сделано 57 тысяч. То есть мы вполне можем говорить уверенно о том, что, конечно, будет эта цифра перевыполнена, что, естественно, позволяет и даже, я скажу так, ну, сделает обязательным для нас вложение денег в планетарий для того, чтобы он развивался. Популяризация планетария позволит получить дополнительные знания по астрономии, астрофизике и космонавтике. Уже разработано 40 астрономических программ как для детей, так и для взрослых. К слову, уже недельно в учреждении проводят бесплатные вечера астрономии. Возможно, здесь и уличные наблюдения за солнцем. Валентина Аскерова. День с толком. Кто быстрее двигается по городским джунглям? Автомобилист или велосипедист? Таким вопросом озадачились несколько барнаульцев. Казалось бы, извечный спор, но на фоне перекрытых дорог, настоящих и будущих ремонтов он обретает особую актуальность. Кто в итоге более адаптирован под городские улицы и стоит ли менять транспорт, расскажем далее. Почти 8 утра. Барнаульцы выходят из дома и начинается самое интересное. Каждый выбирает, как ему быстро добраться до работы. Хотя слово «быстро» в ближайшие годы ремонта моста может выйти из употребления. Как лучше добираться из точки А в точку Б решили, узная два барнаульца. И организовали челлендж. Не двое, а трое участников. Трофим, Егор и Алексей. Этим утром проверяют, кто быстрее – автомобилисты или велосипедисты. Приз – завтрак в кофейне. Я всегда езжу на автомобиле. Мне на велике неудобно. Мы на велике, в принципе, катаемся постоянно. Кто первый приедет? Велосипедисты первые приедут, если будут гнать. Ну, либо так же приедем. Пожелали удачи, пожали руки и тут же заминка. Женщина попросила парней подкрутить корзинку на велосипеде. Почему велосипед, а не автобус, например? Потому что у нас в поселке очень плохо ходит транспорт. Актуальность челленджа растет на глазах. Стартуем в 7.45. Трофим говорит, что с ремонтом моста стоит весь город и днем, и вечером. Он на привычный путь тратит вдвое больше времени. Вот и стало интересно, кому в этих условиях проще. Договорились, что едем в центр. Куда едем в центр? Ну, давай до ЦУМа. Едут все на работу в центр. Они вот сейчас куда вот едут все? Вот куда? Я еду просто до ЦУМа. Вот они куда? Они, наверное, на работу едут. Мы обычно ездим по дорогам, потому что по тротуарам, во-первых, запущено правилами ПДД, во-вторых, это просто неудобно, учитывая то, какие у нас съезды и заезды, и то, что там ходят пешеходы. Правила соблюдаем, переходим только на зеленых. К слову, наши велосипедисты бывалые. Скорость высока, как и неустрашимость перед авто. Вот такие моменты очень неприятные, когда узко и рядом бетонное ограждение. Опасность-то одна, вот она, пожалуйста. Соблюдение правил дорожного движения, быть внимательным, не отвлекаться на камеру. Для четырех колес опасно, когда кто-то пытается вклиниться на их полосу, например, с выделенки. А еще братья по дороге часто не признают других. У нас город вообще не видит велосипедистов. Раньше байкеры на это жалуют. Что ж, мы не гнали, но первыми добрались до финала. Вот это неожиданность. Ну-ка подними подмышки, гнал быстро. Мешали скорее где-то места, где узкая обочина совсем. То есть приходилось на тротуар заехать, где-то вот так вот объехать. Не хватает, конечно, каких-то велодорожек выделенных. 25 минут получилось. Ну, смотри, в прошлый раз ты за 22 доехал. Представляете, от Попова до ЦУМа за 25 минут. Привычно ли так ездить на работу? Для меня да, но я работаю недалеко от дома, относительно. Два с половиной километра. В центр я бы подумал ездить или нет. Добавим, что нам в машине повезло не застать сильную пробку. А велосипедисты – спортивные парни. В первый свой челлендж пару недель назад они взяли победу. Сейчас же лидерство за авто. В нашей редакции шутят, что теперь нужен третий раунд. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Концерты, фестивали, спортивные соревнования, мастер-классы и, конечно же, фейерверк. День города совсем близко, и власти рассказали о программе предстоящего праздника. Его главными подарками станут выступления чеченского ансамбля, а также семиминутный салют на площади Сахарова. Причем фейерверк планируют не один. Залпы прогремят во всех районах города. Что еще интересного ждет в день рождения Барнаула, расскажем в нашем сюжете. Культурная программа обещает быть насыщенной, рассказали на пресс-конференции в мэрии города. Праздничные площадки по традиции разместят по всему Барнаулу. К примеру, в парке «Центральный» пройдет национальный карнавал «Шествие», а на Молотобольской ожидаются выставки, ремесленные мастер-классы, фотозоны, гастрономический фестиваль, квесты и театральные постановки. Во-первых, это сценические мероприятия с участием танцевальных коллективов, трех музыкальных групп. И в завершение дня мы хотим это все закончить шоу пиксельных костюмов. Около сцены будут также проводиться мероприятия, которые задействуют жителей города Барнаула. Можно будет записаться заранее на квест. Но центральным местом празднования пока все же остается площадь Сахарова. До конца месяца там завершат ремонтные работы, а в первых числах сентября перекроют дорогу и начнут возводить сцену. Один из главных гостей торжества – известный в России ансамбль национального танца Чеченской республики под названием «Войнах». Концерт коллектива пройдет в ДК города. В мэрии подчеркнули, что приглашенных звезд эстрады на праздники в этом году не будет. Вот эти бюджетные деньги мы тратим для того, чтобы дать возможность нашим коллективам, нашим жителям Барнаула реализовать свои творческие возможности. Мне кажется, это когда ты готовишь сам праздник и сам же принимаешь в нем участие, это более интересно. Те традиции, которые сложились, они будут продолжаться. Насыщенной будет и спортивная программа. Ожидаются выступления мастеров спорта, хоккей на траве, метание ножей, заплывы в открытом бассейне «Об» и даже соревнования по тяганию гири. Поднять ее нужно будет ровно 292 раза по числу лет города. На площадке возле Ледового дворца Титов-Арена будет организовано соревнование по баскетболу 3х3 на Кубах города. Также на этой площадке у дворца спорта будет организован мини-скалодром, где пройдут соревнования и мастер-классы по спортивному скалолазанию, где могут жители попроизвать свои силы. До дня рождения Барнаула осталось ровно неделя. Сейчас все районы города заканчивают подготовку к предстоящему празднику. Во всех из них в 10 часов вечера прогремят салюты. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Скульптуры из бивня мамонта и кости кита можно увидеть в Барнауле. Выставка сибирских костерещиков открылась в Краевическом музее. В экспозиции больше 80 изделий. Это не только скульптуры, но и женские украшения по мотивам мифов и сказок Севера. Их создатели – тобольские костерезы из мастерской Минсалима Тимиргазеева, известного в России за рубежом мастера. На выставке есть его сова из скелетной кости кита, а еще целое множество миниатюр, главный герой которых – символ Сибири – медведь. Жена мастера Ирина Вишнякова тоже занимается резьбой по кости. Она представила целую коллекцию этнических украшений, а еще совместную с супругом работу – шахматную композицию, где привычные фигуры заменили героя славянской ярмарки. Конек-горбунок – это, естественно, конь. То есть эта фигура заменяет коня. Или, например, рядом мы видим фигуру пожарного в пожарной каске, который, естественно, заменяет собой фигуру слона. И, соответственно, и в шахматной партии он будет ходить сам. Выставка будет открыта до 25 сентября. Перед ее закрытием Минсалим Тимиргазеев лично проведет для горожан мастер-класс по резьбе на кости. Продолжение следует... Продолжение следует...